МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. В ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. В студии Максим Путников. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Полторы тысячи квадратных метров огня. Крупный пожар в торговом центре произошел в ночь на понедельник во Владивостоке. Сегодня в час 28 на центральный пункт пожарной связи города Владивостока поступило сообщение о пожаре в торговом центре Бум по улице Русской в 74А. Очередная победа. По инициативе главы региона Олега Кожемяка в Приморье принят отдельный закон о поддержке многодетных семей. Осенний вкус и не егаты. В рамках очередного гастрономического проекта шеф-повара Владивостока готовят сеты в японском стиле. Во Владивостоке проходит фестиваль японской еды. Об этом расскажу вам я, Дмитрий Беломеснов. Также в выпуске избирательная комиссия Приморского края завершила прием документов на регистрацию кандидатов в губернаторе региона. И еще раз скажем, акцию в защиту белухи-косаток, которые содержатся в вольерах в бухте Средней под находкой, провели зоозащитники во Владивостоке. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Мощный пожар произошел в ночь на понедельник во Владивостоке. Только после полудня спасателям удалось полностью ликвидировать пламя на площади более полутора тысяч квадратных метров в торговом центре «Бум» на улице Русской. Из-за сильного задымления были задействованы звенья газодымозащитной службы. Все подробности расскажет Светлана Садовая. Полностью потушить пожар в торговом центре «Бум» огнеборцам удалось только почти 12 часов спустя. Сообщение о возгорании на пульт пожарной охраны поступило около половины второго ночи на 19 ноября. В считанные минуты на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением были задействованы звенья газодымозащитной службы. Сегодня в час 28 на центральный пункт пожарной связи города Владивостока поступило сообщение о пожаре в торговом центре «Бум» по улице Русской, 74А. По прибытию к месту вызова через три минуты первого подразделения было установлено, что пожар произошел на четвертом этаже с северной стороны здания. На место пожара были вызваны постразделения согласно второго ранга пожара. Организовано тушение пожара на четырех боевых участках. На тушение пожара подано четыре ствола, а два лафетных ствола. Открытое горение пожарным удалось ликвидировать только к половине девятого утра. Общая площадь пожара составила 1600 квадратных метров. В результате пожара обрушился третий этаж торгового центра. По версии сотрудников торгового центра, возгорание произошло из-за взрыва газового баллона в китайском кафе, расположенного на верхнем этаже здания. Однако настоящие причины случившегося еще предстоит выяснить правоохранительным органам. Напомним, после трагедии в Кемеровском торговом центре «Зимняя Вишня» во Владивостоке проверяли все крупные торговые центры, в том числе и Бум. 17 мая судебные приставы закрыли этот торговый центр из-за отсутствия автоматической системы пожаротушения и дымоудаления, неисправной пожарной сигнализации и других нарушений пожарной безопасности. 1 июня суд разрешил возобновить работу торгового центра после устранения нарушений. 3 июля судебные приставы опечатали спорткомплекс «Восход», находящийся в помещении, примыкающем к торговому центру из-за нарушений норм противопожарной безопасности. 3 августа запрет сняли. На этот раз пожар в торговом центре обошелся без трагических последствий. Косвенно пострадавшими остались только горожане, которые спешили утром на работу. На улице Русской в районе торгового центра образовалась огромная пробка. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. Перед судом предстанут обвиняемые в серии краж из гаражей во Владивостоке на сумму свыше миллиона рублей. К слову, они были задержаны сотрудниками полиции в момент совершения очередной кражи. В ходе расследования установлено, что злоумышленники проникали в гаражи путем среза навесного замка и похищали колеса, литье, а также личные вещи владельцев. Всего на территории города Владивостока было совершено 14 таких краж. Граждане стали массово обращаться в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска с поличным задержали четверых жителей города Владивостока в возрасте 22, 23 и 24 лет. И это произошло как раз в момент совершения ими очередного хищения на улице адмирала Кузнецова. Выполнены необходимые следственные и процессуальные мероприятия. Расследование завершено. Доказана причастность фигурантов уголовного дела к совершению серии имущественных преступлений. А общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила миллион рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимые могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В Приморье принят отдельный закон о поддержке многодетных семей. Инициатива главы региона Олега Кожемяка, направившего закон на рассмотрение краевого парламента, расширяет число многодетных семей, получающих поддержку из краевого бюджета. Теперь не только малоимущие семьи, но и имеющие средний душевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума будут иметь и льготы, и выплаты. То есть 8,5 тысяч семей, в которых воспитываются 27 тысяч детей, почувствуют перемены в своем семейном бюджете. Все подробности в нашем следующем сюжете. Комплекс мер поддержки многодетных должен быть ощутим и понятен для мам, говорит председатель профильного комитета законодательного собрания Игорь Чемерис. Семьи получили поддержку почти на все нужды в комплексе. И поддержку немаленькую. Раньше компенсация на коммунальные услуги была 30%, сейчас 50%. Также компенсируют 50% оплаты жилого помещения и полностью расходы на капремонт. Теперь есть компенсация за проезд, на приобретение лекарств, на школьные принадлежности, на школьную и спортивную форму. Бюджет края дает 2500 рублей в год на каждого ребенка для походов в музеи, кинотеатры, на экскурсии. А еще за семейный автомобиль теперь не нужно платить налог из своего кармана. Подготовка закона шла с опорой на общественность. В середине ноября в селе Владимира Александровская партизанского района выездной социальный комитет представил законодательную инициативу, ясно и понятно для всех, скомпоновав в едино все, на что имеют права многодетные. Люди могут многодетные семьи видеть, я считаю, что действительно правильно. Мы должны поддерживать тех многодетных, многодетные семьи, мам, которые родили много детей, и мы должны в этом отношении дать им поддержку во всем. В ЖКУ, в том, как они собираются в школу, как они детей определяют на занятия спортом, дополнительное образование. И вот этот комплекс мер, он должен быть ощутим. Тогда люди нам начнут в этом отношении верить, потому что получается вот этот диссонанс между декларируемым и получаемым, мы должны его просто вот нивелировать. Все знают, что многодетные семьи в Приморье сегодня получают бесплатные земельные участки, а также региональный материнский капитал при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка. Все мамы в этом случае оформляют ежемесячную денежную выплату, ну а тройням в Приморье бесплатную большую квартиру дают сразу. Время нас заставило принять отдельный закон и прописать все меры поддержки для многодетных семей, потому что институт семьи, вопрос демографии, они крайне важны для устойчивого развития территории и, в принципе, для развития экономики, потому что одно без другого не бывает. Сделали там дополнение с точки зрения льготы по жилищно-коммунальным услугам, льготы по капитальному ремонту, по мерам поддержки, по сборам школы. Соответственно, та совокупность мер, она уже будет, на наш взгляд, совершенно ощутима. Родители больших семей на встрече с депутатами отмечают, что появление в крае отдельного закона для защиты прав многодетных семей с невысоким доходом – очень своевременное решение. Единый документ упрощает получение нужной информации и зримо дает понять – льготы охватывают почти все сферы жизни. Размер выплаты компенсации существенно возрастает каждый год. Важно, что меры социальной поддержки смогут оформить многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход ниже двух величин прожиточного минимума. Ранее необходимый доход для получения выплат не превышал величины одного прожиточного минимума. Его величина в регионе сегодня составляет для трудоспособного населения 13 218 рублей, для детей – 13 699 рублей. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Власти Приморья полны решимости разрешить острую для многих муниципалитетов проблему – прекратить вопиющий беспорядок с обеспечением дровами жителей с невысоким достатком. В крае 50% населения используют печное отопление. В Приморской глубинке жители муниципалитетов неоднократно жаловались, что дрова им продают по завышенным ценам. К слову, за неудовлетворительную работу в этой сфере снят директор Приморского лесничества. То есть тебе бабушка, дедушка, старенький привезут, одинокий привезут, допустим, 10 бревен. Их надо попилить. Все вот эти вот привозящие дрова, справку или счет, или чего-то там, не дают. Вопрос в том, что мы и здесь умудряемся уже догонять, как говорится, уходящий поезд. Уже на носу декабрь. А мы все еще систему организации обеспечения населения дрова все решаем. Все каким-то образом выдумаем пожарным методом. Поэтому сегодня я собирался с лесниками, здесь со всего края приезжали. То есть я им сказал, что одна из главных задач с тем, чтобы население уважало вас, это все-таки продумать и оставлять те 10% на обеспечение дрова. Дальше местная власть должна организовать работу и лесничество. Вот сегодня по итогам совещания главный лесничий, за то, что он летом не занимался этими вопросами, он снят с должности и в пандемик уже выйдет приказ. В настоящее время в крае создается система так называемых гортопов, которые в каждом муниципалитете непосредственно займутся обеспечением населения дровами. В этом вопросе краевые и муниципальные власти работают во взаимодействии и регион окажет всю необходимую финансовую помощь районам. Кроме того, администрация края направила в правительство обращение по упрощению порядка предоставления дров жителям региона. Речь идет о передаче муниципалитетам полномочий для обеспечения жителей дровами по соглашению с краевым лесничеством без конкурсных процедур. Настойчивость, с которой власти Приморья взялись за решение застарелой проблемы, вселяет уверенность, что она будет в скором времени решена. Глава региона также обсудил создание лесопитомников, правила вырубки липов Приморья, а также трудоустройства местного населения. Он выступил категорически против массового использования иностранной рабочей силы. Лес – это наше богатство, и, безусловно, оно должно служить для удовлетворения населения, в том числе и по дровам высокие цены, и по занятости, и по тем, чтобы от этого леса шли какие-то налоги в местную казну, и жители чувствовали, что есть отдача именно для их района, для тех сел, в которых они живут. Избирательная комиссия Приморского края в воскресенье завершила прием документов на регистрацию кандидатов в губернаторе региона. Претендовать на этот статус будут 11 человек. Краевой избирком с 26 октября принимал заявление от желающих принять участие в выборах губернатора Приморья. С 11 по 18 ноября включительно кандидаты, которые ранее заявили о желании участвовать в выборах, могли подать документы на регистрацию. После всего о желании участвовать в выборах краевой избирком известили 22 человека. Среди них было 12 самовыдвиженцев, остальные представители партии. Однако документы на регистрацию сдали только 11 из них. Напомним, новые выборы главы Приморья состоятся 16 декабря. С 17 ноября 44 года исполнилось экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву. Без малого 2,5 года он находится в СИЗО Москвы и не теряет надежды на торжество справедливости. До сих пор каких-то существенных доказательств вины Пушкарева на суде предоставлено не было. Обвинение базируется на якобы взятке, которая была передана в неустановленном месте и в неустановленное время, да еще и от брата-брату. Игорь Пушкарев ратует за максимальную открытость процесса. С материалами процесса можно ознакомиться на официальном сайте Игоря Пушкарева на страницах его социальных сетей ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Одноклассники. Многие вспоминают его работу на благо города добрым словом. Игорь Сергеевич, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам скорейшего освобождения и решения всех проблем, а также простого человеческого счастья, крепкого здоровья и не падать духом. Игорь Сергеевич, с днем рождения! Пусть новый год вашей жизни принесет долгожданное решение всего этого кошмара и беспредела. Наикрепчайшего здоровья вам и вашим близким, удачной легкой жизни, наполненной только положительными моментами, новых свершений и побед. Игорь Сергеевич, с днем рождения! Пусть судьба бережет вас, чтобы в жизни была всегда удача и победа. Дай вам Господь здоровья, радости и терпения! Благодаря Игорю Пушкареву и его команде была решена проблема нехватки детских садов, модернизированные стадионы и муниципальные библиотеки. Построено и реконструировано более 20 скверов и набережных. Создан муниципальный автобусный парк и сеть многофункциональных центров. Владивостокцы добрым словом вспоминает его завод дороги Дублера, связавший Василковую и Тухачевского, за объездную дорогу в районе Второй речки Пашуйской, за новую асфальтобетонную дорогу в районе Токаревского майка, за трассу Снеговая-Горностай, за объездные Варяг-Заря и дорогу Дублер Тухачевского-Днепровская-Вострецова. Восьмой канал поздравляет эксклаву Владивостока Игоря Пушкарева с днем рождения! Желаем не терять мужество, веры в себя и справедливость, и, конечно же, здоровье! Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Акцию в защиту белух и косаток, который содержится в бухте Средняя, под находкой провели зоозащитники в Владивостоке. Сразу шесть новых улиц появились в столице Приморья. Поезд «Россия» впервые отправился из Москвы в Владивосток в необычном оформлении. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНОС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Акцию в защиту белух и косаток, которые содержатся в бухте «Средняя» под находкой, провели зоозащитники в Владивостоке. Сразу шесть новых улиц появились в столице Приморья. Поезд «Россия» впервые отправился из Москвы в Владивосток в необычном оформлении. Акцию в защиту белух и косаток, которые содержатся в вольерах в бухте «Средняя» под находкой, провели зоозащитники во Владивостоке. Пикет прошел в самом центре города. По данным участников акции, в бухте содержатся 90 белух и 11 косаток, которые в ближайшее время планируют отправить в российские и иностранные океанариумы. Участники акции призывали освободить и выпустить в естественную среду обитания отловленных в этом году косаток и белух, а также исключить белуху, тихоокеанского белобокого дельфина и косатку, из перечня видов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов. Тем временем, следственное управление СКР по Приморскому краю завело уголовное дело по факту незаконного вылова детенышей косаток и белух, которые содержатся в бухте «Средняя». По информации следствия, с июля по сентябрь текущего года на основании выданных разрешений, несколько юрлиц выловили 12 косаток и 90 белух. Однако было установлено, что 11 особей косаток являются детенышами и относятся к подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края. Также установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них имеют возраст младше одного года. СКР также сообщает, что глава Приморья Олег Кожемяка обращался в правоохранительные органы региона с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. И, как стало известно, общий допустимый улов косаток и белух на следующий год не получил одобрения у государственной экологической экспертизы. Отрицательное заключение госэкспертизы означает, что пока допустимый улов не будет одобрен, никакого вылова косаток и белух быть не может, прокомментировали эксперты. А новая госэкспертиза – это новая возможность для общественности повлиять на решения. К слову, на днях в Шанхае открылся океанский парк Хайчанг, где гвоздем программы являются четыре косатки. По словам ведущих экспертов, это могут быть только российские косатки. Более того, все косатки, когда-либо официально везенные в Китай, были изъяты из дикой природы именно в нашей стране. Сразу шесть новых улиц получили свои имена во Владивостоке. Решение по наименованию было принято на заседании комиссии по городской топономике. Так, в районе улицы Максимовича, на территории садоводческого товарищества «Пионер», появились улицы, названные в честь русского ученого Ричарда Мака, путешественника Михаила Винюкова, одного из первопроходцев у Сурийского края Ивана Нодарова, а также появилась улица Тихоокеанская. На одну улицу стало больше в районе бухты Лазурная. Здесь появилась улица Журавлиная, а улица от Университетского проспекта до полуострова Канал на острове Русский теперь носит название Градекова. Напомним, в комиссию по городской топономике входят специалисты администрации Владивостока, представители общества изучения Амурского края, Почты России, Российского государственного архива Дальнего Востока, музея имени Арсеньева и многие другие. Поезд номер один, носящий гордое имя «Россия», впервые отправился из Москвы в Владивосток в необычном оформлении. Над ним потрудилось Русское географическое общество. Каждый из десяти вагонов посвящен одному из путешественников, имена которых на слуху у многих приморцев. Петру Семенову Тяньшанскому, Николаю Миклухамаклаю, Николаю Пржевальскому и многим другим. На мониторах в вагонах поезда будут транслироваться киноленты о русских первооткрывателях и путешественниках, о заповедниках и заказниках. На вагоны поезда нанесены отрывки из путевых заметок, а также рисунки, которые великие путешественники делали во время экспедиции. Поезд «Москва-Владивосток» для такого проекта выбран не случайно. Поезд следует по самому протяженному железнодорожному пассажирскому маршруту в мире по территории одной страны – 9288 километров. Он идет в течение шести суток по территории 11 регионов. Часть пассажиров в пути выходит, другая, наоборот, садится на промежуточных станциях. И все они смогут ознакомиться с важной частью истории России. Состав прибудет во Владивосток 22 ноября утром. Уникальный образовательный проект в сфере медицины впервые стартовал во Владивостоке. Официальный представитель Международного института интегральной, превентивной и антивозрастной медицины PreventAge – медцентр «Примавера» помогает врачам Дальнего Востока расширить и углубить свои знания, основанные на базовых принципах профилактики. Что такое предупредительная медицина и каковы ее возможности сегодня – подробности в материале Анны Бережной. Это событие доктора называют беспрецедентным в медицинском сообществе. С помощью централизованной метасинхронной трансляции специалисты разных регионов России, а также некоторых стран русскоговорящего зарубежья, одновременно проходят обучение по программе Международного института интегральной, превентивной и антивозрастной медицины PreventAge. Инициативу института поддержали врачи центра «Примавера». Так, первым на Дальнем Востоке к уникальному образовательному проекту присоединился Владивосток. Сегодня у нас второй модуль обучения, 10 модулей. И здесь врачи, которыми можно гордиться, и может гордиться Приморский край, может быть гордиться и даже Дальний Восток, потому что есть врачи из Благовещенска, из Хабаровска у нас есть команда, которые приехали и будут учиться по московскому времени онлайн с четырех наших дней до часу ночи. У нас будут три дня, я думаю, тех знаний, которые мы получим от лучших экспертов Института PreventAge и от ректора Института. Это уникальные знания по тому, как уберечь себя в этой жизни от токсинов. Превентивная или предупредительная медицина, по словам специалистов, сегодня должна выйти на новый уровень. Образ и условия жизни человека 21 века значительно изменились. Так, к уже известным постулатам здорового образа жизни, необходимо подключать новые. И большое внимание здесь важно уделять профилактике заболеваний. Что изменилось? Изменилось питание. Причем катастрофически. И мы видим, что это захлестнуло всех, все человечество, углеводная пища. И она практически везде. Человек не должен так питаться. И он уже стал это осознавать, и с пониманием к этому стали относиться врачи. Потому что первое, что они рекомендуют, это рациональное, персонализированное питание. Модульная система обучения дает возможность специалистам встречаться раз в два-три месяца и позволяет полностью погрузиться в ту или иную тему. Кроме базовых модулей, доктора также могут пройти и последипломное обучение с посещением конгрессов, где выступают международные эксперты в области медицины. Уникальнейшие лекции, уникальнейших лекторов. Поэтому у нас даже те доктора, которые были уже на каких-то отдельных модулях, они все с удовольствием присоединились к учебе, чтобы пройти полный курс. Потому что модули обновляются, они дополняются новыми открытиями, данными. Новыми и всегда с интересом даже то, что ты уже слышал год или два назад. Вот на современном этапе это слышать гораздо интереснее. Для тех, кто не имеет базового медицинского образования, но хочет знать все о здоровом образе жизни современного человека, Институт PreventAge запускает в январе следующего года спецпроект. Рассказать как можно больше об активном долголетии – главная цель специалистов. Поддержать проект на Дальнем Востоке также планирует Центр эндокринного здоровья и репродукции «Примавера». Анна Бережная, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Финал конкурса региональных аудиопрограмм «Вместе медиа-радио» состоялся 17 ноября. На церемонии награждения в Хабаровске определились лучшие работы Дальневосточного регионального конкурса. Первое место в номинации «Ток-шоу» присуждено «Радио Лемма». Победителями стала команда «Утреннего ток-шоу» радиостанции, ведущие Алена Шестакова и Павел Унучек, а также редактор проекта Елена Донского. В рамках мероприятия конкурсанты обсудили с членами жюри, экспертами из «Коммерсант-ФМ», «Бизнес-ФМ», «Серебряного дождя», «Эхо Москвы», «Радио России», критерии качественных аудиоматериалов, новые способы поиска информации, тем и спикеров, а также этические нормы в журналистике, которые меняются буквально на глазах. Поздравляем победителей! В этом году в столице Приморья бум гастрономических фестивалей, которые следуют один за другим. В эти дни проходит еще одно кулинарное событие – «Осенние вкусы Ниегаты». Из продуктов префектуры Ниегата, которые специально доставили из Японии для данного проекта, шеф-повара Приморской столицы готовят сеты в японском стиле. У каждого ресторана свой сет, но цена единая – 650 рублей. В одном из заведений побывала и наша съемочная группа. Подробности в сюжете Дмитрия Беломестного. У жителей и гостей Владивостока есть возможность почувствовать вкус японской осени. В эти дни в Приморской столице проходит гастрономический фестиваль «Осенние вкусы префектуры Ниегата». Шеф-повара ресторанов готовят сеты блюд в японском стиле. Сегодня мы будем готовить сет, в который входят две запуски – суп и горячее блюдо. И в завершении сета – десерт из хурмы. Это достаточно сытный, вкусный сет из продуктов, которые предоставили нам с префектуры Ниегата. Первое блюдо – салат с ламинарией и овощами. Казалось бы, состав просто знаком – огурец, морковь, яйцо. Однако из необычного – водоросли, которое в сушеном виде доставили из Японии. Далее суп лапшаудон, приготовленный с использованием традиционных японских ингредиентов. Для приготовления супа мы используем бульон на основе рыбного и с добавлением концентрата из тунца, соевого соуса и морских водорослей. Часть сета готова – суп удон, салат и закуска тонака, которая состоит из бобов, стрелок чеснока и маринованных грибов шиитаки. Далее горячее блюдо. Это рис, японский рис с яйцом и зеленью и курица кацу. Курица кацу готовится с кляром, который входит у нас карри, жарится во фритюре. Мастера кулинары поливают курицу соусом, посыпают черным кунжутом и подают с японским рисом косихи карри, имбирем и водорослями вакаме. И вот темпура кацу с рисом готова. Завершает сет десерт. В состав десерта входит карамелизованная груша. Это является тоже национальным фруктом Японии. Крем маскарпоне, сливочный и шарик из хурмы. Хурмы является, это осенний фрукт Японии, тоже считается национальной. Уже в первый день ресторанного проекта жители и гости Владивостока проявили интерес к блюдам из продуктов префектуры Нейгаты. Сам гастрофестиваль продлится до 25 ноября. Гости нашего кафе берут охотно сет и им нравится. То есть мы слышим отзывы, довольны. Нейгата является одним из самых первых городов-побратимов Владивостока. В префектуре находится множество производителей высококачественных и достаточно оригинальных для приморцев продуктов питания. Поэтому и было принято решение познакомить жителей края с традиционной кухней Японии с помощью проекта «Осенние вкусы Нейгаты». И у всех, кто неравнодушен к азиатским разносолам, есть в эти дни возможность открыть для себя новые вкусы и очарование кухни японской префектуры в исполнении профессионалов своего дела. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Утренняя прогулка амурского тигра, танцующий возле березы медведь, многодетная семья кабанов – эти и другие животные попали в кадр при съемках короткометражного фильма в национальном парке Бикин. Научные сотрудники парка собрали данные с фотоловушек, установленных для изучения особенностей поведения животных в летние месяцы. В октябре они обработали тысячи фотоснимков и десятки часов видеоматериала. В итоге в нацпарке выбрали самые интересные кадры, чтобы показать широкой публике. На них хорошо видно, что у животных, обитающих в нацпарке, есть любимые деревья. К одному из них с периодичностью в несколько дней и месяцев подходят разные животные – амурский тигр, гималайский медведь, семья кабанов. Сотрудники парка отмечают, что изначально выбрали правильные места для установки фотоловушек в ноябре прошлого года, и сейчас у них достаточно материала для изучения поведения зверей. К слову, сначала этим занимались только научные сотрудники, но после они поделились опытом с инспекторами и специалистами отдела охраны. Теперь существует внушительный штат людей, умеющих обращаться с этой техникой. Самое главное – фотоловушки начали устанавливать на своих родовых охотничьих участках сотрудники из числа коренных малочисленных народов. Они знают бикинские леса лучше всех, есть надежда на получение в скором времени еще большего количества полезной информации, интересных фото и видеоматериалов. До конца ноября сотрудники нацпарка планируют установить еще 20 новых фотоловушек. Напомним, что национальный парк Бикин – самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале Амурского тигра. В этом году национальный парк Бикин внесли в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, как часть уже существующего объекта «Центральный Сихотолинь». Далее о спорте. Волейбольный клуб «Приморочка» провел первые домашние матчи нового сезона. Наши девушки во Владивостоке встречались с «Казанским Динамо». Двухматчевая серия против этого юного коллектива сложилась для приморцев удачно. Подробнее об играх расскажет Максим Яковлев. Первых домашних матчей нового сезона болельщики «Приморочки» ждали давно. Команда довольно долго пробыла в разъездах. Сначала наши девушки взяли бронзу на Кубки Сибири и Дальнего Востока. Затем успели неплохо отличиться на Кубки России. А потом даже отыграли пару игр начавшегося чемпионата. И вот желто-черные дома. Открыть сезон волейбола во Владивостоке предстояло с «Казанским Динамо». Эта команда – второй состав одного из самых титулованных клубов России. Многие девушки здесь вдобавок представляют молодежную сборную страны. Но несмотря на такой внушительный статус, гости имеют максимально юный коллектив. Возможно, поэтому с самого начала казанцы не могли найти свою игру. Серия из двух матчей началась с небольшого рывка «Динамо». Однако вскоре «Приморочка» догнала и в дальнейшем редко уступала сопернику. В итоге Владивостокский клуб одержал уверенную победу, отдав гостям лишь одну партию. Конечно, девчонка 16-летняя играет с такой командой, опытной уже, которая уже играет. В прошлом году она играла в «Большей Дике», а очень тяжело. Она сделала очень много своих ошибок из-за этого проигрывания. Эта команда так и будет пока еще. То есть один день или одну партию хорошо, две партии плохо и так далее. Пока они еще молоды. Им нужно набраться опыта. После первой победы во втором матче желто-черные максимально раскрепостились. Если стартовая партия хозяевам досталась нелегко, 25-23, то остальное время наши девушки практически доминировали. Например, второй сет и вовсе закончился при счете 25-13. В итоге «Приморочка» закончила эту встречу в сухую, 3-0. Однако, по мнению наставника, был риск сыграть абсолютно иначе. В стрессовых моментах на площадке мы начинаем сваливаться на простую игру. И мы предсказуемо начинаем становиться командой. Вот это вот нам надо еще подтянуть, скажем так. То есть и держать тот рисунок игры одинаковый. Когда и большой отрыв у нас, и когда очко в очко идем. Успев отыграть всего четыре матча, Владивостокский клуб взобрался на шестую строчку высшей лиги А. Следующие матчи «Приморочка» проведет 24 и 25 ноября. Соперниками нашей команды будет бронзовый призер чемпионата прошлого года. Курский ЮСГУ «Атом». Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Мощный пожар произошел в ночь на понедельник в Приморской столице. 12 часов потребовалось спасателям, чтобы ликвидировать пламя в торговом центре «Пум» на улице Русской. Власти Приморья полны решимости разрешить острую для многих муниципалитетов проблему, прекратить вопиющий беспорядок с обеспечением дровами жителей с невысоким достатком. Избирательная комиссия Приморского края завершила прием документов на регистрацию кандидатов в губернаторе региона. Претендовать на этот статус будут 11 человек. Акцию в защиту белух и косаток, которые содержатся в бухте Средняя, под находкой провели зоозащитники в центре Владивостока. Следственное управление завело уголовное дело по факту незаконного вылова морских млекопитающих. Сразу шесть новых улиц обрели свои имена во Владивостоке. Большинство названо в честь известных ученых и путешественников. У жителей гостей Владивостока есть возможность почувствовать вкус японской осени. В эти дни в Приморской столице проходит гастрономический фестиваль «Осенние вкусы префектуры Ниегата». На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или же на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Но если вы вдруг пропустили что-то значимое, то смело подписывайтесь на 8 канал Владивосток в Ютьюбе. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните ей уже завтра. Вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Владивосток называют городом дрифта. Именно здесь, на Приморском кольце, проходят захватывающие дух соревнований по этому виду спорта. А вот в северной столице решили устроить парный дрифт, который может поразить даже знатоков дальневосточников. Легкая изящная Мазда RX-8 и могучий КамАЗ. Несмотря на разницу в весе и размере, машины синхронно выполняют сложнейшие маневры на высокой скорости, сохраняя боковую дистанцию в метр-полтора. Хотя в какой-то момент и кажется, что тяжелый грузовик вот-вот намотает легковушку на колесо. Комментаторы сравнили действия с охотой, когда голодный леопард гонится за антилопой, буквально наступая ей на пятки. Она вправо и он вправо. Она резко разворачивается на вираже и мчит назад, и он не отстает. Быстро, опасно и красиво. Повторять увиденное не рекомендуем. Любуемся на животную мощь и ярость вместе. Прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на восьмом.